Возможности гриля абсолютно безграничны, я в этом твердо уверен. Сегодня я здесь в парк отелье Золотая долина в Ленинградской области и покажу вам удивительный рецепт. Я сегодня буду печь пирог на гриле. Это удивительно, не знаю когда-нибудь вы делаете так или нет, я думаю, что нет. Сегодня я приготовлю не просто пирог, а классический киш. Пирог с песочным тестом с грибешком, белыми грибами и свежей рикоттой. Будет очень вкусно, но я расскажу, как это сделать. Очень просто, прямо на природе или на даче, но главное все это сделать только на гриле. Итак, для начала мне понадобится мука и сливочное масло. Я сделаю классическое песочное тесто, никаких в общем таких серьезных секретов в нем нет. Размягчите чуть-чуть сливочное масло. Муку я уже просеял и просто добавляю прямо в сливочное масло. Понемногу буду перетирать. Добавлю, кстати, сразу немного соли. Вообще классический киш – это такой французский пирог. Его делают всегда с огромным количеством компонентов, можно делать просто с сыром. Есть классический рецепт киша со шпинатом. Самое главное – компоненты пирога вы заливаете смесью из яиц, из куриных яиц вместе со сливками и молоком. И у вас получается очень нежный, очень воздушный такой яичный, по сути дела, пирог с вашими любимыми компонентами. Я хочу, чтобы все кусочки масла, которые остались у меня, чтобы они все перетерлись с мукой и таким образом у меня получилось однородное песочное тесто. И прямо сюда просто разбиваю одно небольшое яйцо. Будьте осторожны, чтобы кусочки скорлупы случайно не попали. Добавлю сюда небольшое количество воды. Хочу, чтобы оно получилось несколько более эластичным. Немного еще присыплю мукой, чтобы тесто не прилипало. Отлично. У меня получилось очень хорошее, очень мягкое, эластичное тесто для киша. Пока уберу его в сторону, чтобы оно слегка подсохло и подошло. Сверху просто накрою фольгой, чтобы тесто не пересыхало. Теперь я займусь приготовлением начинки для киша. Сначала займусь гребешками. Вот у меня здесь прекрасные, удивительно пахнущие свежие мурманские гребешки. Они довольно маленького размера, но тоже, особенно в кишах, там где их не нужно жарить целиком, а можно порезать, они очень достойны альтернативой французским гребешкам и многим другим. По качеству они ничуть не уступают. Если вы не смогли найти гребешок, в общем-то вы можете взять белую рыбу и сделать очень хороший, очень вкусный рыбный киш. Кстати, самое главное, если в итоге вы взяли гребешки, обязательно удалите с них икру. Я практически со всех гребешков ее удалил. Вот, но на некоторых она еще осталась, буквально пару штук. Просто снимаем, ну вы сразу заметите, что она как будто, знаете, такая дополнительная лишняя часть у гребешка. Ее нужно просто снять, но к сожалению, она уже не съедобна. Она довольно жестко в приготовлении, поэтому убираем икру и оставляем чистый, красивый, свежий гребешок. Не забывайте, что в процессе жарки гребешки еще немного уменьшатся в своем размере, поэтому все нарежу на четыре части. Я взял здесь примерно около 300 грамм гребешка, вот, но вы можете, они довольно дорогие, поэтому можете взять чуть меньшее количество и разбавить их тоже, например, той же рыбой. Белой рыбы, например, можете взять треску или палтуса, почему бы и нет. С гребешком лучше не использовать какую-то яркую рыбу. Я имею ввиду яркую по вкусу и аромату, потому что в этом случае использование гребешка будет бессмысленным. У него очень тонкий, очень нежный аромат, но который здорово подчеркивается молочными продуктами, в моем случае рикоттой, молоком и сливками. Так, теперь убираю доску. И сейчас буду заниматься тестом. Я хочу раскатать тесто, которое я подготовил, чтобы можно было сначала испечь основу для киша. Присыпаю немного стол. Сначала разровняю все руками, а потом уже, чтобы достичь нужной толщины, немного раскатаю тесто скалкой. Если вы на природе и скалки у вас нет, как видите, само тесто делается очень быстро, очень просто. Если скалки нет, я думаю, что вы лучше у меня знаете, что можно воспользоваться обычной бутылкой стеклянной или просто в пластиковую бутылку набрать воды и раскатать тоже ей. Это тоже вполне возможно. Скалку тоже слегка присыплю мукой и понемногу аккуратно раскатываю все тесто. Киш должен получиться у меня очень хрустящим, но очень нежным. С другой стороны тоже аккуратно раскатываю тесто. Сейчас проверю по своей форме. Такая вот у меня будет форма для киша. Я думаю, еще чуть-чуть, чуть-чуть буквально раскатаю. Я взял специально не очень большую форму. Я не очень люблю пироги, которые получаются очень тонкими. Я люблю наоборот, чтобы пирог был небольшого размера, но довольно высоким, с большим количеством начинки. Все-таки мы делаем пирог не ради теста, а ради начинки, которая там есть. Теперь изнутри формы смажу растительным маслом. Аккуратно. Можете смазать ее маргарином или сливой. Но я не очень люблю смазывать сливочным маслом форму, потому что сливочное масло в чистом виде, оно горит примерно при 120 градусах. Поэтому, опс, осторожно. Слишком сильно надавил на форму. Вот, масло сливочное горит при 120 градусах примерно, поэтому иногда оно оставляет такой небольшой, не знаю, горький что-то репривкус пирогам, именно песочным пирогам. Вот, поэтому я люблю воспользоваться либо, может быть, маргарином, либо, как в данном случае, просто растительным маслом. Это, в общем-то, тоже вполне допустимо. И аккуратно выкладываю киш в мою форму. Есть два способа сделать подобные песочные пироги. Либо сделать, как я, то есть сделать очень большой лист из теста, выложить его в форму и потом просто каким-то образом приклеить. Сейчас покажу, как это сделать. Просто приклеить к бортам. Либо сначала сделать круг по нижней части формы и приклеивать сбоку. Я люблю делать именно так, вот как я делаю сейчас, просто потому что не всегда у меня хорошо приклеиваются друг к другу части теста. Гриль обязательно, обязательно должен быть закрытым. Это очень важно. Тогда он будет, по сути дела, имитировать вашу домашнюю печку. Но те вкусы и те ароматы, которые сохранятся в кише после его приготовления, они, конечно, не сравнимы с ароматами домашней печи. На гриле такая выпечка получается намного лучше, намного интереснее, ну и, конечно, вкуснее. Все, вот такая у меня получилась форма. Я все аккуратно проложил тестом и теперь просто немного защиплю тесто между собой, где остались складки тоже, чтобы все это хорошо пропеклось. Просто немного придавлю тесто, тогда оно пропечется намного лучше, нигде не сломается, нигде не будет лишнего воздуха и получится очень-очень хороший пирог. Я специально оставляю себе лишние куски сверху для того, чтобы тесто, когда оно будет сворачиваться, чтобы оно не упало у меня внутрь. А когда приготовится пирог, я просто срежу их по контуру и у меня получится красивый ровный пирог. Теперь немного возьму вилку и песочный корж немного продавлю по центру. Это такая старая, старая мамина хитрость для того, чтобы тесто не поднялось изнутри из-за воздуха, который остался и не полопалось внутри. Поэтому просто несколько отверстий вилкой таким вот образом будет вполне достаточно. У меня гриль с закрытой крышкой, довольно мощный, очень хорошая модель. У меня стоит жароотсекатель для того, чтобы не было слишком сильного жара снизу, а пирог готовился, ну как в домашней печи по сути, только с более сильными ароматами углей. Поэтому я поставил сначала жароотсекатель. Здесь я использовал жароотсекатель и это невероятно удобная штука. Это некая пластина, которую делают из разных материалов. Она служит для того, чтобы уменьшить прямой жар от углей. Если вы хотите приготовить выпечку на гриле, без жароотсекателя вам не обойтись. И просто ставлю аккуратно на решетку. Несколько минут и основа для пирога будет готова. В этом рецепте я беру именно сушеные белые грибы, потому что их не обязательно замачивать заранее. Я могу положить их прямо в мою сливочно-яичную смесь. Таким образом они намного лучше отдадут все вкусы и ароматы. Грибешки я уже подготовил. Теперь подготовлю яичную смесь. В общем-то здесь все очень просто. Я взял несколько яиц. Я думаю, что где-нибудь три штучки мне вполне будет достаточно. Если нет, просто потом добавлю еще. Есть два способа приготовления киша. Один из них более домашний, более подходит для природы. Этот способ, когда вы отдельно берете яйца, сливки и молоко, смешиваете эту смесь. Отдельно обжариваете все компоненты, которые вам нужны. Закладываете их в киш и сверху заливаете этой смесью. Но в таком случае получается, что сливки, молоко и яйца ничем не пропитаны. У них нет какого-то дополнительного вкуса и они как бы разбавляют вкус тех ингредиентов, которые вы используете. Поэтому я сделаю немного интереснее. Я сейчас обжарю в сотейнике гребешки, туда добавлю молоко и сливки, а не в яичную смесь. Сливки и молоко пропитаются у меня ароматами поджаренных гребешков, ароматом трав, которые я добавлю, ароматом грибов. И тогда киш получится более вкусным. И просто хорошо их взобью прямо вилкой. И вы можете взбить венчиком или, не знаю, может быть, вы берете с собой блендер на природу. Можете взбить блендером. Это не возбраняется нисколько. Если вы не хотите тратить много времени на природе или даже на даче, вы можете сделать песочное тесто дома или, возможно, купить его и просто взять с собой. Либо взять уже готовый корж, либо взять уже готовый киш, что тоже вполне возможно. Итак, я подготовил яичную смесь и в нее, пожалуй, добавлю немного свежей петрушки и укропа. Добавлю именно сейчас, потому что яйца я пока не буду нагревать. Буду нагревать только гребешки вместе со сливками и с молоком. И поэтому зелень не потеряет свой цвет. Ну, а, соответственно, уже потом, когда будет готовиться сам киш, в этом уже не будет ничего страшного. Но, тем не менее, зелень отдаст все свои вкусы, сделает киш более пряным, более ароматным, с легким таким травянистым оттенком. Отлично. Мне кажется, зелень отлично смотрится в яичной смеси. Она очень яркая, очень красивая и контрастная. Самое время проверить корж. Температура в гриле довольно высокая. Я думаю, что он уже очень близок к готовности. Отлично. Он уже действительно почти готов. Обратите внимание, что боковые части уже готовы, но внутри он пока еще не до конца хрустящий. Ничего страшного. Буквально каких-то пару минут. Все части, которые есть вокруг лишних, я их просто срежу. И все, у меня получится отличный песочный корж. На две минутки пока закрываю. Так, пока греется киш, я могу поставить в него большой сотейник. Обычно так делать намного проще. Если вы откроете гриль, поставите сотейник, он будет довольно долго разогреваться, и это удлинит время приготовления. Пока там стоит пирог, я просто поставлю сотейник, и к тому времени, когда я начну готовить, он уже будет очень горячим, и все приготовится очень быстро. Аккуратно подвину киш и просто поставлю сотейник. Итак, яичную смесь я подготовил, белые грибы тоже. На самом деле, могу пока взять еще один сотейник и прямо в него добавить немного молока, сливок и белые грибы. Сушеные грибы их не обязательно резать, можно просто аккуратно поломать прямо в сливочно-молочную смесь. И получится очень-очень вкусная основа для киша. С очень ярким таким грибным ароматом, с ароматом лесных грибов. Добавлю сюда небольшое количество соли. Грибешки пока солить не буду, они очень быстро отдают тогда воду в сотейнике. И посолю немного, кстати, яичную смесь еще. Теперь сюда же добавлю смеси пятиперцев. Яичную смесь тоже. И все это, в общем, хорошо перемешаю. Перемешаю яичную смесь и сливки, молоко вместе с белыми грибами. Отлично, пока все готово. Я думаю, что корж у меня уже готов. Аккуратно приподнимаю крышку. Все, он уже довольно твердый. Супер! Тоже важно не пересушить тесто, иначе оно будет очень ломким. Поэтому сейчас аккуратно достану корж и дам ему немного остыть. Иначе, когда я поставлю... Чудеса акробатики, честно говоря. Дам коржу немного остыть, иначе, когда я залью туда сливочную смесь, она у меня просто свернется. Я бы этого совсем не хотел. Я думаю, что сотейник тоже разогрелся. Залью туда немного растительного масла. Достаточно. Да, видно, как масло начинает очень быстро реагировать на тепло. Сотейник уже очень сильно разогрелся. Итак, и теперь на этой смеси, вернее, на этом масле, я обжарю гребешки, которые я нарезал для пирога. Просто аккуратно выкладываю по одной ложке. Выкладываю все гребешки в сотейник. Все тщательно перемешаю. Гребешки жарятся очень быстро, поэтому буквально 3-4 минуты, и они будут готовы. Гребешки позже будут запекаться еще и вместе с яичной смесью в кише, поэтому я сразу залью сливки молоко вместе с белыми грибами, и мне будет достаточно, чтобы гребешки только слегка прогрелись в этой смеси, иначе после того, как пирог будет готов, гребешки уже будут немного резиновыми. Просто аккуратно заливаю сюда сливки с молоком. Я думаю, что можно добавить еще немного сливок. Отлично, то, что нужно. Все, теперь эту смесь на буквально 3-4 минутки отправляю в гриль. Все они обменяются ароматами, смесь станет очень вкусной, и ее можно будет заливать в готовый корж, чтобы ставить печься киш. Ну что ж, все компоненты у меня почти готовы. За это время, пока прогревается сотейник с гребешками и белыми грибами, у меня остыл корж, и я думаю, что гребешки с гребами уже точно готовы, потому что все очень вкусно пахнет. Я еще раз все перемешаю, да, и удостоверюсь, что да, смесь горячая, а белые грибы уже, обратите внимание, белые грибы уже мягкие. Отлично. Все, я снимаю сотейник с гриля. И теперь, чтобы ускорить весь процесс, просто по одной ложке буду добавлять в яичную смесь. Если я добавлю сейчас сразу все, яйца просто свернутся. Поэтому буду просто делать все аккуратно. Если у вас есть какое-то количество времени, вы можете просто дать сотейнику остыть, либо, я, наверное, так и сделаю, просто перелить содержимое в какую-нибудь холодную миску. Это тоже ускорит время приготовления. Такая немного бежевого оттенка получилась смесь, за счет того, что свой цвет дали белые грибы. И получилась очень красивая, очень аппетитная смесь для киша. Киш должен получиться очень плотным. Именно для этого я добавляю в него яйца. Таким образом, чтобы его можно было очень ровно разрезать. Вы можете придумать свои пропорции. Сделать его, наоборот, более сливочным, например. Или сделать, не знаю, более травянистым. Добавить больше начинки, больше грибов. В общем, экспериментируйте. Создавайте свой собственный рецепт, которым позже вы сможете удивить своих гостей. И аккуратно вливаю остатки смеси. Ну и теперь самый ответственный момент. Необходимо очень-очень аккуратно перелить всю эту смесь в форму для киша. Сделаю точно так же. Сначала выложу начинку, хотя бы часть. Потом уже начну переливать смесь. Отлично. Как раз получилось идеальное количество смеси. Посмотрите, как все это красиво. Вся эта смесь играет с цветами. Здесь и грибы, и гребешки, и немного зелени. И, конечно, сама яичная смесь. У меня как раз остыла форма, поэтому я приоткрываю гриль. Как раз немного упадет температура, чтобы вся эта смесь сразу у меня не подгорела. И прямо на решетку очень аккуратно ставлю уже почти-почти готовый пирог. И просто закрываю гриль. Я поставил корж вместе с яичной смесью. Я думаю, буквально минут 10-15 и у меня будет готов отличный киш с грибешками и белыми грибами, приготовленный на гриле. Я сначала хотел добавить рикотту в сам пирог, но подумал, что намного вкуснее будет сделать из нее соус. Мне понадобится большая миска. В нее я выкладываю рикотту. Вместо рикотты можете взять просто обычный творог, но не очень сухой. То есть творог чуть большей жирности. Почему я беру именно рикотту в этом рецепте? Она более нежная, чем классический творог. И поэтому не будет перебивать вкус киша и, собственно, гребешков в первую очередь. Все, я взял рикотту. Сюда же добавлю небольшое количество сливок. И три ключевых компонента этого соуса. Для киша с гребешками и белыми грибами я выбрал чеснок, красный базилик и имбирь. Я взял один зубчик чеснока. И сейчас довольно мелким-мелким кубиком его нарежу. Нарезаю чеснок. Как раз пока будет готовиться киш, соус успеет немного настояться и стать более чесночным. У меня довольно крупный зубчик чеснока, поэтому половина будет вполне достаточно. Теперь имбирь. Очищу его от кожуры. Как можно тоньше. Я думаю, достаточно. И тоже очень мелко его нарежу. Получится такой пряный, очень ароматный соус. Все, мелко нарезаю имбирь. Достаточно очень красивый, желтый, очень яркий имбирь. И теперь красный базилик. Вместо него вы можете взять любую другую ароматную пряность или какую-нибудь другую зелень. Но красный базилик идеально сочетается с имбирем. Поэтому я выбрал именно его. Так же мелко-мелко нарезаю базилик. И теперь все это перемешаю. Сюда же немного соли. Вы можете добавить чуть больше сливок, тогда соус получится чуть более жидким. Но вот сейчас то, что получил я, меня вполне устраивает. И немного перца. Я смешиваю все ингредиенты. Здесь свежайшая вкусная рикотта, немного сливок, имбирь, чеснок и красный базилик. Итак, у меня готов соус. Я его сразу выкладываю в соусник. Пару ложек. Ну и конечно киш. Я уже, честно говоря, заждался просто его рядом с грилем. Я уверен, он должен получиться очень красивым, очень зажаристым и, конечно, хрустящим. Итак, самый ответственный момент. Приоткрываю крышку гриля. Класс! Вот таким он и должен был получиться. Обратите внимание, что с краю слегка подгорели части. Это те самые части, которые я собирался срезать с самого начала. Ну что ж, я могу доставать киш. Постараюсь сделать это очень аккуратно. Что будет немного непросто, ибо он уже намного тяжелее, чем был раньше. И просто выкладываю его на доску. Класс! Пахнет он совершенно фантастически. Аккуратно сейчас срежу все ненужные части. Здесь будьте очень внимательны. Если вы недостаточно хорошо срежете вот эти вот части, когда вы будете снимать форму, киш может развалиться. Это очень важно. Ну что ж, самый ответственный момент. Сейчас аккуратно снимаю форму. Отлично. И теперь сниму форму. Опа! Вот такой вот получился у меня киш. Сейчас попробую поддеть. И выложить на мою красивую деревянную тарелку. Отлично. Очень хрустящий, очень плотный. И мне кажется, безумно красивый пирог сегодня у меня получился. Я сделал удивительную вещь. Я смог приготовить киш прямо на гриле. Он получился безумно ароматным. Я уверен, очень вкусным. И, по-моему, очень и очень красивым. Я приготовил киш с гребешками, белыми грибами и отличный соус из рикотты, имбиря, чеснока и красного базилика. Обязательно попробуйте этот рецепт. Сделайте его на даче или просто на природе. Я уверен, все у вас обязательно получится. Сделайте его на даче. Я выложил кишечку и нибудь. По-моему, как я хочу сохранить терп gli москитер. Участную зерканье, А, очень интересно. Поддыхаю, Участную зерканье, Сделайте это 3-5 утра, Участную зерканье. Продолжение следует...